Каждая история, она удивляет своей жестокостью. В эпоху интернета, соцсетей, это стало все свечаться. Смотрите, что творит! Смотрите, что творит! В такие моменты, да, мы плачем. Мы говорим, ну вот, мы хотим где-то найти здание. Он просто взял нам и купил это здание. Меня зовут Беневиленская Мария. Я волонтер и учредитель общественного фонда, открытый 10 лет назад, в сентябре 2013 года. За это время у нас открылся приют в городе Алматы для кошек. Также на содержании у нас находятся собаки, которые находятся отдельно за городом. Приюту уже 5 лет будет в ноябре этого года. За это время мы спасли по меньшей мере 5-6 тысяч бездомных животных города Алматы. Люди, которые ищут себе питомца, в первую очередь приходят сюда и выбирают. Здесь, в комнате, на данный момент содержится 43 кошечки. Приют у нас есть спортсменка. Это Лайза. Кстати, все оборудование, которое здесь есть, это также от спонсоров. Это здание нам купил один единственный меценат, которому мы просто помогли спасти кошку. То есть на тот момент, когда мы помогли ему спасти кошку, нас с арендой отсюда выгоняли. Ну, не выгоняли, а не продавали здание, и пришлось бы съезжать. И поэтому у нас была такая проблема, он спросил, что вам сейчас нужно. Мы говорим, ну вот, мы хотим где-то найти здание. Он просто взял нам и купил это здание. У каждого своя история. Кто-то спасен в ужасных условиях, кто-то более-менее был здоров, когда к нам поступил. В любом случае, каждая история, она удивляет своей жестокостью. Из последних это у нас был кот, мы нашли его, его нашли рыбаки на Ильи. Он ходил на открытых костях, то есть у него были открытые переломы, лап. Вот, например, там у нас сидит трехлапый котик. И таких у нас, кстати, сейчас в приюте около трех или четырех. Кошка была с пулей в голове. Здесь жил Тема, это единственный инвалид у нас был. У него была пуля в позвоночнике. Стреляют, дробь, отрезают, вот выкалывают глаза, пожалуйста, лотос. Одноглазая кошечка. История с пулями нас не удивляет. Тут уже больше идет, нас удивляет жестокость детей по отношению к животным. То есть недавние случаи, когда дети избивали котят камнями, они их прям били целенаправленно на глазах у родителей. Родители при этом ничего не делали. Вот, вот эти истории сейчас уже стали ужасать. Здесь следующая наша комната. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Это вот задира наша. А Джордж, вот самый наш хулиган, это Джордж. Который, он просто за сутки он съел провода по всей комнате. У нас рыбки в аквариуме были на грани умирания, потому что они были сутки без кислорода. Чаще всего в приют приходят люди, они видят красивую картинку кота, мы, говорит, хотим его забрать. Приходя сюда, кот выбирает себе хозяина, не сам человек. Они пришли за одним характером, кот не подошел, и они выбирают абсолютно другого. Грубо говоря, шли за веселухим породистым, забрали серого, беспородного, обычного кота. Поэтому те люди, которые падки именно на породу и на картинку, они не проходят наше собеседование, если честно. Попадая здоровая кошка в приют, она априори будет болеть. Но взрослые коты, они выживают в приюте, котята нет. Ну вот, кстати, хочу вам показать пример, когда безответственные люди, узнав адрес приюта, вот, пожалуйста, кошка с котятами, нам подбросили. Причем котята уже подрощены, они открыли глазки. Им не первый, не второй день, им неделька, может быть, даже две. Поскольку мы не можем физически занести ее в приют, она погибнет, и котята погибнут, то она вот ютится у нас. Могли забрать коробочники, которые за деньги забирают животных, а потом они их также убивают. В принципе, это реально. Это бизнес, конечно, передержки, черные передержки. Они за деньги, за маленькую плату берут всех. То есть кто бы им не позвонил, они примут. А потом эти котята в коробками отправляются, ну, в озеро куда-нибудь. Был случай, когда около Алтынорды волонтеры собрали 49 котят. То есть это разные пометы, это разные котята, это все в одном месте, инфекция. Это ужасно. Пристройство с загорода очень сложно. Люди не едут туда выбирать себе питомца. Мы решили, что мы будем брать по одной-две собачки сюда. То есть люди приходят, смотрят, собачка. Ну, можно забрать. Ну, а так у нас уже пристроилось порядка пяти собак. Гучи на попечение фонда уже 9 лет. Коричево-шоколадная вот эта собачка. Ее нашли после аварии. Ее сбила машина, она была очень молоденькой. А в дальнейшем, вот, когда мы ее забрали с передержки, у нее был рак молочных желез. Ей полностью удалили там все. Вот. Ну, вот сейчас она, ну, может на доживании. Может быть, найдется человек, который заберет. Недавно у нас была история. Отличная семья с Америки. Они здесь на работе. И они забрали Марусю, собаку, у которой был фиброз легких. Легкие как бы не работали уже. Она уже была, ну, на доживание. И ее забрали. И так произошло, что она прожила у них всего две недели. Но за эти две недели, как по их рассказам, они слушали шум дождя, они слушали музыку. Они ее отвозили в кислородную камеру. То есть она за эти две недели получила такое количество любви и заботы, которое она не получила за всю свою собачью жизнь. Эти истории как бы, ну, вот, вселяют в нас веру, что, ну, мы все делаем не зря. Мы все делаем правильно. Что есть те люди, которые готовы оценить и любить так же этих животных, так же, как и мы. Информационный тупик между населением, государством и приютами. То есть государство, да, обратило внимание населения на проблему бездомных животных, вообще животных, в принципе. Но хочет поставить на учет домашних животных. Это очень хорошо, потому что тогда будет, когда будет учет животных, тогда мы сможем отслеживать, если животное попало на улицу, и человек, который это сделал, он вынесет ответственность. Вот. Но поскольку сервис, который выиграл тендер на регистрацию животных, пока недоработан, очень много несогласных, очень много недовольных, я вам так скажу. А основной сейчас посыл идет, что с 1 сентября начнут штрафовать, но никто хорошо не пишет статьи о том, как провести регистрацию, что сделать, если у вас не получается провести регистрацию. Работа с населением должна проводиться более серьезней, более активней, а не пугать население штрафами. Потому что люди начнут выкидывать животных. В эпоху интернета, соцсетей, это стало все свечаться. Когда мы начинали, была только сеть ВКонтакте, была малочисленная группа, и таких ежедневных там выстрелили, здесь ударили, здесь издеваются, не было историй. А сейчас за каждую историю хватаются люди, они ее репостят, это все узнается, и человек, который захочет так поступить, он уже будет бояться порицания со стороны населения. Умолчать те же самые поступки, когда собаку привязывают к машине, невозможно, потому что тебя снимают со всех сторон, и тебя начнут осуждать, порицать и даже наказывать. Дети, смотря на меня, беря пример с меня, с моего супруга, они априорист любят животных. Приходя в приют, они бережно относятся к кошечкам, они просятся прийти в приют, они не хотят уходить из приюта. Проезжая мимо, даже мои дети чаще замечают бездомных животных, которым нужна помощь, чем я. То есть это все благодаря тому, что они наблюдали наше отношение к животным. То есть именно на собственном примере родители вкладывают в детей какие-то азы доброты к окружающему миру. Два этой истории, которой просто невозможно не заплакать, особенно если это потеря, эта история связана с потерей, то есть иногда мы не успеваем. Иногда счет идет на секунды, и вот вроде помощь пришла, но она пришла поздно. То есть в такие моменты мы плачем. Каждый питомец фонда уносит с собой частичку души. Либо он переезжает в новую семью, либо он умирает, но это так. Хотелось бы обратиться к жителям нашей страны. Не покупайте друзей, берите из приюта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова